На днях в городе Якутске состоялась презентация песни «Российские орлы», автора стихотворения Лидии Глазковой, мелодиста Алексея Калининского-Лунха. Песню исполняет народный артист Республики Саха-Якутия Александр Емельянов. О любви к Родине, о служении во благо Родины и не только мы поговорили с седельным вдохновителем и автором песни Лидией Юрьевной Глазковой. А разговор мы начали с вопроса, что для нее песня. Песня это, мне казалось, что раньше песни пишут какие-то особых люди, поцелованные прям, им только это дано. Но когда вот это мне поставили, что песни о войне не пишут в 2020 году, сказали, а песен нет, новых песен о войне нет. В стране победившей фашизм, которая отмечает 75 лет, достойных песен нет. И вот это было для меня потрясающе. Я действительно прошла, действительно не пишут. Я написала вот эту балладу, вот она получилась, у нас баллада о снайпере, понимаете. И я тогда поняла, ну, значит, это новая моя ступень, значит, мне надо ее пройти. Потому что человек ставит себе, конечно, ну, если у всего есть потолок, правильно? Не надо прыгать, чтобы пробить этот потолок, нужно расти. Нужно расти, убирать этот потолок, следующий. Ну, значит, это мой новый потолок. Песня для меня – это душа народа, любого, любого. У каждого народа свои песни, в которые там душа, она бьется, живет, переливается, скорбит, плачет, смеется. Песни разные, но они нужны. Вот для меня, что это песня. Песня – это жизнь души. Эта песня, как бы, продолжение первого нашего проекта, баллада «Снайпер». Там образ вот совы, сибирской совы, вот, и как-то тема, значит, подвига ребят наших, солдат наших, вот. Она вышла очень быстро, написан был текст, каким-то таким порывом, потому что мы с Алексеем Кирилловичем Калининским прочувствовали, что кроме «Марша славянки» провожать ребят, ну, не под что. И песен таких, песен «Призыв», песни, которые бы объясняли, куда они идут, для чего, во имя чего они идут, такой песни не было. И задача у нас стояла, чтобы достойно проводить мобилизованных наших солдат, чтобы напутствовать их. И самое главное – объяснить, почему так происходит. Все это было так сложно в одной песне, но мы постарались это сделать, было очень много споров на эту тему, там, в словах, в ударениях, вот. Ну, песня вот получилась, как получилась. Это, конечно, такой вот продукт нашего совместного творчества с композитором, с нашим мелодистом, с Алексеем Калининским. И поиск исполнителей, он как-то вылился сам, потому что я обратилась к Евгению Прокопьеву, а он мне сказал, что эта песня не для меня, это нужен. И другой голос, и другая песня масштабная. И дал мне телефон Александра Емельянова, нашего народного артиста Республики Саха-Якутия, который вот сразу согласился. Он очень долго ждал эту именно песню. Он говорит, я сразу понял, что это моя песня. И вот еще наши затяжные там разговоры с композитором, наши споры, так сказать, творческие, он нас подталкивал. Давайте, давайте, давайте. Скорее, вот такой темп был набран, что песня родилась буквально, ну, где-то за неделю. Вот, записана была, и вот вчера мы ее представили. ПЕСНЯ ПЕСНЯ Не стоит трогать русского плода. За кровью, за честь своей страны, Богу ниже ничто нельзя прощать. За моргодной, за детские мечты, Некабарную Россию защищать. Некабарную Россию защищать. Вот вы понимаете, я счастливый человек. Я живу в комфорте с миром, в комфортной среде обитания. Вокруг меня люди, близкие мне по духу. Моя семья, муж мой, дети, внуки, которые гимн поют в садик. Ходили в садик, выучили гимн. Друзья мои, такие же. И вот команда, которая сложилась, творческая такая, спонтанно причем сложилась. Мы все на одной волне. Я делюсь этим, потому что мне комфортно. Я знаю, почему. Может, в силу того, что возраста. Потому что нам преподавали историю так, как она есть. Потому что у меня деды, значит, братья деда, да, воевали. Вот они четверо ушли их на фронт, все четверо вернулись. И я была настолько любознательная, что я прямо вела их дневники, и я записывала. Они мне почему-то все это рассказывали. И вот это я знаю, почему так сложилось. Я знаю, как это получилось. А сейчас не понимает. Это вот такая прослойка, я ее называю, обманутых. Это наши дети. Не внуки уже, а дети. Ну так, кому за 30. Вот так, чуть за 30. К 30. Ну и внучка у меня тоже в первое время она была как бы растеряна. Но сейчас она понимает, потому что мы всей семьей объяснили, что это случилось. Это, конечно, такая болячка наша, которая просто лечится. А лечится она уроками истории. Лечится она в семье. Потому что патриотизм идет из семьи. Патриотизм идет из корней семьи. Любой. С того же самого. Вот я вчера на презентации сказала, давайте так, давайте хотя бы на час в сутки отключим телефон вообще. Откроем семейный альбом и посмотрим, кто смотрит, со страниц семейного альбома на нас, на наших детей, на наших внуков. Вот это и есть патриотизм. Потому что они будут понимать. И еще я заметила сейчас, может быть, кто-то заметил или не заметил, что вот несет портрет бессмертный полк, несет, да, портрет. А ведь он, я вот так перевожу глаза, они похожи. Особенно молодые, получается, правнуки. Вот это очень так прямо меня обрадовало. Вот. Ну и что еще хотелось бы сказать тем, кто сейчас не понимает, что происходит, я их отправляю в 45-й год. Я их отправляю к трудам наших, значит, историков. не читайте то, что вам вредно, читайте нашу российскую, советскую историю. Как это было? Нам победу в 45-м не простили. Не простили. И это, та война, было просто такое затишье, а сейчас это просто хлынуло с новой силой. Откуда вот эти, вот вся свастика, откуда вот этот, вот, мандеровщина, там, значит, уже Муссолини делают в Италии героем. Это все оттуда. Это нам не простили. Поэтому сейчас, я говорю, все наше общество гражданское должно стать монолитом. Ну, так сложилась Россия многоликая, многонациональная такая страна. Так сложилось, что Россию мерят не километрами, да, не там, а часовыми поясами. общаясь с молодежью за Уралом, так сказать, не наш, а те, кто за Уралом, у них, когда я говорю, что вы летите, если вы хотите пролететь над Россией, вы будете лететь 8 часов. Честное слово, ну, так сказать, сломшли, они не понимают масштабности страны. И я сказала, что вот этот масштаб, который поражает даже вас, россиян, разве он не может поражать других? Почему у России так, а у нас это вот так мало? Ну, это как вот завистливый сосед, почему у соседа есть, а у меня нет, у меня этого мало. Но, чтобы у нас было много, на это были потрачены тысячелетия. Это завоевание наших предков. Вот оттуда. Туда идите в историю. Чтобы смириться, как сказал Николай, значит, Карамзин, чтобы смириться с настоящим, смириться с действительностью, нужно изучать историю. Чтобы понять и примирить свою совесть. А с Бурятии. Я родом из Бурятии, я родом из села Селиндума, степной такой, вот, в степи. Я ее очень люблю, но так сложилось. Вот. Я живу здесь. В Якутии я ее очень люблю. Вот. Замужем за, значит, Сахалы. Вот. Что я хочу сказать. Все равно в России все друг друга любят народности. Но никуда от этого не деться. Все уже браки смешанные. Вот это нас должно скреплять. Вот это нас должно объединять. Не не чураться. Потому что те, кто за гранью добра, я говорю, те, кто за гранью добра, а мы сейчас на стороне добра, они бьют точечно в самые больные места. Они хотят нас разъединить по вероисповеданию, по национальностям, народностям. разъединить нас в семье, чтобы мы забыли. Нет прошлого, значит, не будет будущего. Вот все. Стирание памяти исторической. наши. Я думаю, что это временное такое заблуждение наших ребят молодых. Все это мы исправим, старшее поколение. Будем стараться. Песнями, спектаклями возвратим ценное, нужное, искреннее. Возвратим в свою жизнь то, что помогает, то, что служит ориентиром. А с кем я? Это нравственные ориентиры. мобилизация она мобилизация для тех, кто в запасе. Но она сейчас обязательно мобилизация для всего нашего российского общества, для всего нашего российского русского мира. Мобилизация должна пройти в нашем обществе. Мы должны мобилизоваться внутри себя, самое главное, сказано президентом, сказано на весь мир, так, как было, не будет. Это действительно так. То, что уйдет от нас, все наносное, лишнее, навязанное нам, не принято, но все равно нам и не принято, по большому счету. А ребята, которые все это закончатся, а может через месяц закончится все, может быть через год, но они придут герои, и приехали оттуда. Вот это вот, понимаете? Поэтому мы должны мобилизоваться и должны успокоиться, мы должны принять внутри себя эту ситуацию, успокоить себя, успокоить близких, друзей, не надо споров, не надо давать советы, кому бомбить, кому не бомбить, кто нет в войне, кто что так медлят, не надо, не надо никому это давать, мы должны успокоиться, давайте делаем так, учителя пусть учат, военные пусть разбираются с ситуацией специальной военной операции, врачи пусть нас лечат, ну, а творческие люди создают свои песни, ставят спектакли, ставят спектакли, балет, ходите почаще в театры, отдыхайте душой, душой можно отдохнуть, в театре, в кругу семьи, побольше отдыхайте душой, она сейчас мечется у нас у всех, займитесь творчеством, это очень спасает. Дорогие якутяне, дорогие жители нашей республики, давайте успокоимся, давайте возьмем себя в руки, давайте сохраним свою психику, свое психическое здоровье для наших детей, мы еще пригодимся и детям, и внукам, давайте успокоимся, давайте воспримем эту ситуацию, потому что мы должны сейчас быть вместе, а когда мы вместе, мы все преодолеем, у нас все получится, тяжелые времена проходят, все будет хорошо. вставайте в строй, российские орлы, мы все сейчас могущество России, как наши предки, что тогда смогли сломать хребет зловещей черной силе, за родину, за честь своей страны, от унижений, что нельзя прощать, за дом родной, за детские мечты, и театрны Россию защищать, и театрны Россию защищать, у нас хотят все ценности отнять, загнать, как нечисть черные болота, врагам России не дано понять, не стоит трогать русского поплота, за родину, за честь своей страны, от унижений, что нельзя прощать, за дом родной, за детские мечты, и театрны Россию защищать, и театрны Россию защищать. Редактор субтитров Редактор субтитров Редактор субтитров Корректор Редактор субтитров Редактор субтитров Редактор субтитров Корректор